Настя Крущинская Здравствуйте, Ридочка, спасибо огромное за представление, очень рада, да, после какого-то у меня неожиданно вышли такие каникулы, ну, в общем, перерыв на новогодние праздники, он несколько растянулся, но по независимым от меня, к сожалению, причинам, но я надеюсь, что сейчас мы опять войдем в наш режим и будем всегда по понедельникам в 9 утра по времени Сан-Франциско, 11 часов по времени Чикаго и 20.00 по Москве. Будем выходить в эфир с нашей программой «Путь йоги», с нашим совершенно замечательным, потрясающим проектом, который я бесконечно люблю и хочу сегодня представить свою гостю. У меня сегодня удивительная девушка, потрясающая женщина, невероятной красоты, я вот ее сейчас вижу и очень радуюсь, глядя на нее. Я вижу, спасибо, очень здорово. Сейчас мы засмущаем Александру, но я надеюсь, она человек опытный в общении с людьми и с йогами, поэтому она быстро восстановится от смущения. Итак, я представляю своих гостей, сегодня у меня в гостях Александра Музыченко, она, как и я, проживает в Калифорнии и в Сан-Франциско, и поговорим мы сегодня, у нас сегодня очень такая интересная и необычная тема и очень обширная, на самом деле, я даже не знаю, успеем мы все аспекты этого вопроса обсудить? Я думаю, что нет, но, значит, еще у нас будет возможность продолжить. Итак, йога и социум. Я буквально пару слов хочу сказать о Саше. Александра практикует и преподает йогу уже более 20 лет. Это очень огромный-огромный опыт, огромный путь, и я думаю, что у Александры, безусловно, есть чем с нами поделиться. Она сертифицированный учитель йоги и йога-терапевт, выпускница Крымского института практической йоги и начала вести классы по йоге еще в 1999 году. У Александры долгий путь такой в йоге и вообще, то есть в 2000 году она переехала в Израиль и там вела классы по хатха-йоге, проводила занятия для людей, у которых были травмы и проблемы со здоровьем, то есть терапевтическая йога. А с 2011 года Александра преподает в Калифорнии и также продолжает свое образование. Здесь она уже прошла, закончила институт Пуруши йоги. Сейчас Саша меня поправит, я потому что могу немножко ошибаться. Итак, Саша, привет. Алло, ты с нами? Да, Александр с нами. Совершенно замечательно. Прекрасно. И я нигде ничего не ошиблась, все правильно про тебя рассказала? Да. Прекрасно. Саша жизнь очень короткая, вся жизнь укладывается в несколько слов. Ну, на самом деле, поскольку наша программа называется Путь йоги, да, то, конечно, мы можем сказать, ну, вот так вот, несколько слов, но тем не менее, я знаю, что твой путь к йоге начался достаточно необычно для нашего поколения людей, да, и мне бы очень хотелось, конечно, чтобы ты рассказала обязательно свою историю, потому что она потрясающая. Ну, на самом деле, повезло, потому что у меня рядом просто был человек, который начинал этот путь, и все шишки набивались ею. Это моя мама, она начала восхождение, так сказать, в свои уже 50 из очень тяжелого состояния, то есть это куча диагнозов, инвалидность, все дела. Тогда в той стране не было ни информации, ни возможностей, то есть это было вообще-то что-то было совершенно дикое, экзотическое, очень редкое, непонятно где искать и что делать. Ну, совершенно случайно она попала на свой первый семинар, и она увидела, что что-то происходит, то есть это, это, то есть буквально в течение 10 дней она поняла, что это работает. Путь был очень тяжелый, болезненный кровью и потом, но я просто все это время была рядом, и просто уже, получается, пользовалась результатами, потому что... Я поняла, как йога работает, да, на примере своей мамы, вообще мама, конечно, удивительный, просто герой, смелейший человек, то есть 50 лет начать изменение своей жизни, и особенно тогда, в 90-е годы, развал Советского Союза, вот это вот непонятно вообще, как люди жили, я помню. Было на самом деле ужасно, это было ужасно, это было страшно, и врачи уже помочь не могли, то есть как бы делай, что хочешь, и впереди полная инвалидность, обездвижимость, и все прелести, и артриты, и ревматизм, и сердце, и астма, ну, полный комплект. И она не знала, что делать, и вот, когда она увидела, что что-то происходит, когда занимаешься вроде как йогой, хотя, как она сейчас называет, это была не йога, это было обезьянье кривляние, ну, хотя бы что-то, это лучше, чем ничего. И у нее путь получился очень долгий и очень сложный, потому что, опять же, не было ни информации, ни мастеров, ни книг, ни переводов нормальных. Сейчас то, что она прошла за свои 20 лет, конечно, в принципе, чисто теоретически можно получить в течение года информацию, но сам опыт, пропущенный через себя, сам опыт именно физической практики, это, конечно, ты ничем не заменишь. И поэтому я сейчас просто счастлива, что она рядом со мной, и я продолжаю учиться. Есть совместные проекты, планируем ее книгу перевести на английский язык, у нее есть книга на русском языке, называется «Откровение йогини». Это первая русская женщина, которая искренне написала о своем пути в йогу, и сейчас вот готовим перевод, и я готовлю переиздание здесь, наверное, на русском еще раз тоже издадим. Вот там вот все описано. Потрясающе! А ты сразу с мамой начала, то есть, как бы, вот мама что-то стала делать, да, и ты сразу как ее стала последователем? Нет, не сразу, это было странно, это было дико, и как бы мне-то оно, в принципе, было не нужно, то есть молодая, здоровая, ну, как считалось, здоровая. Началось позже, когда уже ее маленькая группа здоровья переросла в большой институт, и когда стали мастера приезжать к нам, уже мастера со всего бывшего Советского Союза стали ехать к ней в Крым и там проводить свои семинары, вот там я уже стала больше, стала интереснее, я занималась всякой административной, организационной какой-то работой, немножко помогала ей. И вот тогда я уже стала тогда влазить глубже, захотелось, ну, когда много людей, когда вся атмосфера... То есть такая синергия такая образуется, да, и мы уже включаемся в этот процесс. Она была первопроходцем, и это был очень тяжелый, вот этот вот путь одиночки, ну, через тернии к звездам, ей, конечно, досталось больше нас всех, нам потом уже было легко. Да, это всегда так очень сложно, я сразу вспомнила Индру Дэви, первую женщину, которая вот в Индии обучалась йоге, да, у меня такая параллель с твоей мамой сразу прошла, потому что это, конечно, всегда очень сложно, особенно я вот, когда вчера писала анонс нашей программы, подумала, блин, 99-й год, я вообще слова йога-то, наверное, в тот момент еще не знала. Хотя, мне кажется, уже я этим давным-давно занимаюсь, да, а тем не менее, это, конечно, удивительно, тем более сейчас, когда столько источников информации, когда у нас есть интернет, когда мы можем по щелчку пальцев найти любого учителя, и главное, что сейчас все настолько доступно, и любые книги, и любая информация, конечно, это великий путь и великий труд. Я твоей маме желаю здоровья, успехов и помощи в переводе, и я надеюсь, что она обязательно будет нашей гостьей, а сейчас я уже, ну, давай, наверное, перейдем потихоньку к нашей теме, потому что все-таки тема такая очень объемная, да, это такая глыба, такой гранит, да, йога и социум, потому что, конечно, опять же, сейчас много информации, да, много всяких разных предложений по йоге, много групп, много направлений йоги, которые уже вышли за рамки, наверное, привычных таких вот классической йоги, какие-то вот, особенно вот Сан-Франциско, это вообще, мне кажется, мека-йоги, да, здесь в Сан-Франциско я где-то читала, что самое большое количество йога-тичеров сосредоточено на душу населения, то есть вообще чуть ли не во всем мире, поэтому здесь, конечно, такое благостное место для занятий, с одной стороны, с другой стороны, наверное, есть определенные сложности, но, тем не менее, вот йога, да, и живем мы в социуме, и йога, по большому счету, ну, если мы так вот совсем, может, глубоко, да, подойдем и посмотрим источники, шастры какие-то, и хатха-йогу-прадибику, да, то есть это духовная практика, а как же сочетать вот этот социум и йогу, да, и вообще это возможно в семье жить, да, или вот мы должны уже от всего отречься, и что с этим вообще делать? Я знаю, что у тебя есть по этому поводу очень много, что сказать. Ну, в идеале, в классическом варианте, это, конечно, уютная, защищенная, одинокая какая-то пещера, и там тебя ничего не отвлекает, и ты там вот весь в дыханиях, в практиках, в очистках, и ты вот там чего-то добиваешься этого какого-то просветления из состояний особых ума и духа, но это путь единиц, и опять же, все зависит от личной цели, то есть йога – это не самоцель, йога – это инструмент, то есть йога – инструмент, причем очень уникальный и универсальный, и ты можешь из йоги взять вот все, что угодно, что тебе надо, можно взять чисто утилитарные какие-то физические, терапевтические аспекты, просто вот поправить тело, здоровье, можно взять, пойти чуть-чуть дальше, это уже философия, духовные практики, что-то такое, можно пойти еще дальше, и там уже выходить в астралы там куда-то, я не очень люблю говорить на эти темы, я практик, я стараюсь все время себя заземлять, не отрываться далеко от материального мира, потому что пока мы засунуты в это материальное тело физическое, мы не можем, ну как бы я считаю, что, наверное, даже и неправильно отказываться от полностью, как сказать, отрицать материальную составляющую или как-то ее унижать или как-то, то есть нам, да, нам нужны вещи, нам нужны деньги, нам нужны, мы хотим отношений, и у нас функции нашего материального тела заложено рожать, работать, общаться, то есть как-то, то есть это все, это все естественно. И йога, это, ну я не знаю другого такого универсального инструмента, который идеально может помочь в любой сфере жизни, не в любом вопросе жизни. Прямо в любом, прям вот вообще, решить любые проблемы. Окей, скажу по-другому, она не решит проблему, она решит твое отношение к проблеме, и это перестанет быть проблемой, то есть это же тоже путь, это тоже выход, то есть радости, легкости и счастья добавляются, все же, как бы, все же в голове, поэтому, ну, работаешь с телом, через тело как-то влияешь на голову, а когда в голове порядок, так все остальное в порядке. Скажи, пожалуйста, насколько вот ты считаешь, вот где вот этот баланс найти, да, все-таки отказа от чего-то, потому что когда мы начинаем заниматься йогой, да, нам на самом деле хочется и питаться по-другому, да, вот, то есть если, вот даже вот самый-самый простой путь, да, мы начинаем с физики, просто набор упражнений, вот этот набор упражнений, выполняемый каждый день, да, ежедневной практикой, в какой-то момент мы понимаем, что что-то изменилось, вот как даже твоя мама, да, вот за 10 дней она вдруг поняла, произошли какие-то изменения, и наше тело, оно нам дает сигнал уже в мозг, да, в нашу душу, в наше, как бы, ну, я не знаю, в наше сознание, что надо что-то изменить, да, и вот как вот, вот где вот эта вот тонкая грань, чтобы, от чего мы должны отказаться все-таки в социуме, а что мы понимаем, да? Ну вот, я не очень, есть такое выражение, вот, что йога – это единение души, тела и мыслей, и разума, то есть что значит единение? Они уже объединены, мы не можем их разорвать, ты не можешь отдельно вытащить мысли, ты не можешь, как бы, отделить от тела свои эмоции, то есть оно уже у тебя все в куче. Другое дело, что научиться их слушать, научиться слышать, и это все об осознанности на самом деле, научиться включать мозги и понимать, что тебе надо, потому что вот эти два вопроса, я очень часто на уроках, такие какие-то вот, когда зависаешь, особенно в сложной асане, вот они зависли, и вот в этот момент спросить, что ты хочешь прямо сейчас, а потом спросить, а что тебе действительно нужно. И как бы в большинстве случаев это разные вещи оказываются, то есть что ты хочешь, а что тебе нужно. Так вот это постоянный выбор, взять то, что хочется, то, что нравится, или взять то, что действительно нужно, полезно и оправдано, и правильно. Опять же, правильно для кого? Правильно для себя лично. То есть это твой личный выбор, и ты постоянно его делаешь. Можно торта кусок съесть, можно яблоко съесть, как пример, как примитивное такое. Когда начинаешь заниматься, конечно, начинается... Ну, есть классические восемь ступеней, и их нельзя перепрыгнуть, то есть ты не можешь через ступени всё это перепрыгнуть. Ну, я в термины не буду ударяться, чтобы всем было понятно, то есть яма-нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, адхара, надхияна. То есть первая ступень — это правила поведения в социуме. Эти заповеди есть в любой религии. Как бы что делать, что не делать. Как бы что можно, что нельзя, не укради, не убей, не солги, не... То есть... Так вот это первая ступень йоги. Это даже не физические упражнения. То есть первое — это то, что ты осознанно понимаешь, как себя вести, что делать и что не делать. Опять же, ты лично сам для себя выбираешь. Ну, что-то тебя ограничивает, чем-то тебя ограничивает государство и закон. Накажут или посадят, если что-то сделаешь. А постоянно ты, в принципе, выбираешь сам. Вторая ступень — это правила поведения с собой. Это свой личный моральный кодекс. То есть насколько быть постоянным в практике, учиться или не учиться. Это уже чуть-чуть глубже. И только следующая ступень — физическая практика. Только следующая ступень — вот эта вот асана, хатха-йога или как угодно, практическая йога. Только потом уже тело. Очень часто, кстати, да, и много примеров, когда в идеале, в совершенстве человек владеет телом, но при этом как-то не соединяет вот эту открытость, раскрытость физического тела с душевной и ментальной какой-то целостностью. Вот я как раз хотела сказать, потому что особенно здесь, на Западе, вот я, кстати, 7 лет живу в Америке, и йогой начала заниматься еще в России. И мне всегда казалось, что там очень как раз настаивали на том, что прежде всего надо начать изменять свои привычки, а потом уже приходить к физике. А здесь вот огромное количество, конечно, в Америке, и здесь людей, которые просто пришли красиво на коврик встали. И я понимаю, что это тоже есть, и это тоже, наверное, должно существовать. Но тем не менее, мне кажется, что... Да, вот то, что ты сказала, что люди очень часто не осознают, что вот эту взаимосвязь они не отслеживают, короче говоря. Что прежде всего нужно понять. Это все об осознанности, да. То есть понимаешь ты или не понимаешь, и как ты понимаешь. Опять же, нету правил. Ну, есть какие-то общие, общие какие-то постулаты, но, в принципе, ты каждую минуту выбираешь для себя сам, что делать. Так вот физические упражнения, работа с телом, это только третья уже там туда, выше ступень. Потом дальше, это уже контроль дыхания, то есть это какие-то дыхательные техники. И, опять же, мы все время дышим. То есть это не отдельно. Ты не можешь отделить дыхание от себя, ты не можешь сначала позаниматься руками и ногами, а потом подышать. То есть ты все равно, ты, оно все вместе. Но пока тело не готово, ты не сможешь хорошо контролировать дыхание и что-то специальное с ним делать, потому что будешь отвлекаться, тут болит, тянет, давит, неудобно. И только потом концентрация и какая-то фокусировка, способность остановить мысль, сконцентрироваться хотя бы на одной мысли, хотя бы одну мысль думать в течение минуты. Это очень сложно на самом деле. То есть обычный человек, вот обычный человек, вот просто большинство людей, то есть 10 секунд сложно держать мысль на одной точке. И только потом медитация. У нас все сразу занимаются медитацией. У нас все хотят медитировать. То есть как бы... Потому что это тяжелая работа. Это физически тяжелая работа. Это много ограничений. Но опять же, это не ограничение, что тебе кто-то запретил. Это не ограничение, что кто-то придет и накажет, или Боженька накажет, или кто-то там тебе стоит над тобой с кнутом. Это ты сам себе выбираешь. Вот когда ты добровольно выбираешь это, и когда ты добровольно осознанно понимаешь, что тебе надо, вот тогда, вот как бы вот это я называю йога. Я можно добавлю здесь? Я хотела как раз сказать. На самом деле все эти вещи, вот они, с одной стороны, да, мы их раскладываем, там первая, вторая, третья, там пятая ступень, да, вот они идут постепенно, да. Но с другой стороны, здесь может быть такой комплексный подход, потому что когда мы все это принимаем одновременно, да, и всем этим начинаем одновременно, но это действительно, это вопрос сознания, потому что, как бы, с одной стороны, мы же уже, мы знаем правила, да, в принципе, мы знаем, там, не укради, не убей, в христианском мире, да, нам всем, в любой религии, в любой, абсолютно, в конфессии все одинаково, да, совершенно все одинаково, йога нам, йога нам точно так же дает эти же самые правила, вот, но почему-то одни люди в состоянии, да, вот это осознать, а какие-то другие люди не понимают, да, либо сразу, все, я буду там медитировать, а кто-то не может медитировать, а кто-то говорит, что я вообще не понимаю, как это делать, да, и вот он занимается, занимается, и вроде он живет хорошо и правильно, да, правильно питается, не нарушает человеческих законов, да, законов совести, занимается своим телом, но голову он свою отключить не может, да, и вот он, как бы, ну, дальше не в состоянии подняться, то есть здесь, на самом деле, вот такой вот аспект, он, как бы, довольно интересный получается. Это, опять же, это, есть еще третий вопрос, а что ты хочешь? Да, вот, вот, как раз к нему. Что ты хочешь, и сколько, и зачем оно тебе? То есть, у цели-то у всех разные. Опять же, когда вот клиенты, или студенты, или кто-то, вот йогу, вот хочу, вот хочу встать на мостик, зачем? А зачем? Как бы тебе нужна красивая фотография, ты хочешь, как бы, что, зачем? Или чтобы был гибкий позвоночник, и не болела спина? Не, ну, согласись, иногда можно честно признаться, «Да, я хочу красивую фотографию». Да, это тоже путь. И я, кстати, я абсолютно это принимаю, то есть, да, просто держать в красивой форме чисто визуально тело, это тоже, опять же, тут очень интересно. Цели у всех разные, и на самом деле, не важно, как ты вошел, важно, куда ты пришел. То есть, ты пришел, чтобы была красивая попа, а вышел, как бы, полностью переосознав, как живешь, зачем живешь, и что делать дальше. Или ты остановишься на каком-то своем. Опять же, это твой путь, и запретов нету, принуждений никаких нету. Кому-то достаточно, кто-то ходит как на физкультуру, это хороший класс, размялся, попотел, все растянул, просто для физического здоровья, окей, это целое направление йога-терапия. Кто-то потом пойдет дальше, кто-то не пойдет, захочется, не захочется. Кому-то сразу не понравится, он сразу скажет, ой, я не могу, мне скучно, я это не понимаю. Тут тоже вариант. Значит, нет. Значит, нет. Значит, так везет, на самом деле, потому что я знаю, что сейчас можно выбрать довольно такое обширное количество направлений йоги, каких-то течений, ответвлений, что можно, в общем, практику выбрать на любой вкус и для любого, в общем, ума. Потому что кому-то действительно нужна очень интенсивная работа, а кто-то хочет такой медленный флоу, такой вот постепенный. И сейчас, конечно, то есть если мы, наверное, вот вернемся тогда, когда йога только приходила на Запад, такого разнообразия не было. Сейчас, конечно, люди очень креативно подходят к йоге. Это тоже йога, да. Но, тем не менее, можно найти вообще любой вкус, абсолютно тоже. Вот. Да, вообще-то есть проблемы. Мне когда говорят, ой, я не могу, йогой, вот только не йогу, йогой я не могу. Я говорю, ну, вы, наверное, не на той йоге были. Хотя йога не может быть та, не та. Но в какой-то форме подачи, и как бы если человек первый раз и совсем без опыта, ну, просто нужно найти своего мастера. Есть очень такое выражение, на него медитировать можно. Учитель созреет, учитель найдется. То есть вот когда ты готов, оно откуда-то придет, и мастер, и студия найдется подходящая, и время найдется, и деньги найдутся. Когда ты сам будешь готов, то это даже зависит не от внешних факторов, это зависит от тебя внутри. Ну, вот это вот общие связи сложной вселенной, что ничего не бывает случайно, и что ко всему нужно свое время, свое место, и все вот это прочее. На самом деле это просто твое внутреннее развитие. То есть рядом с тобой могут быть все те же студии, мастера, учителя, возможности. Год назад, и ты пройдешь мимо, ты даже внимания не обратишь, или наоборот не понравится. И через год ты вдруг с открытыми глазами, ты вдруг думаешь, боже мой, это же вот же, что мне надо, вот что я искал. И это зависит только от тебя. И вот это ученик созреет, учитель найдется. Ну вот если подольше подумать над этой фразой, очень многое в жизни, не только связанное с йогой, очень многое в жизни станет понятно, потому что все остальные люди к нам в жизни приходят точно так же. Нет, абсолютно. Дети, работодатели, что угодно, то есть... Это совершенно верно. Ты потянул что-то, что в этот момент, на что наработал в этот момент, то к тебе и пришло. Это совершенно верный постулат, потому что как только мы начинаем относиться ко всем окружающим и к нашим близким, и к нашим родственникам, как к учителям, которые пришли в нашу жизнь не просто так, а для того, чтобы нам какой-то преподать урок или помочь нам, то у нас мы очень легко можем избавиться от обид, что и от претензий. Ну, нелегко, наверное, да, это я, конечно... Это уже немножко... Это уже немножко... Ты требуешь таких завышенных каких-то способностей прям во всех признать учителя, но есть другое немножко просто... Ну, просто упражнение чуть-чуть другое. Увидеть во всех свое зеркало, то есть это отражение тебя. То есть этот человек не просто так рядом с тобой, какой бы он, не знаю, говнистый не был, что-то он тебе показывает, то есть он тебе что-то отражает твое. Тогда пропадают виноваты, ты как бы начинаешь анализировать себя, и работа становится более продуктивной, и жизнь становится более осознанной, потому что ты не винишь кого-то, ты не ищешь причины или что-то извне, ты ищешь все внутри, и это меняет все вокруг тебя. У меня к тебе есть вот такой вопрос, потому что, в принципе, я очень надеюсь, что у нас аудитория продвинутая, и для них уже это не пустой звук, там яма и не яма, то есть если мы поговорим об этом, то существует такой пункт в яме и не яме, пять ям и пять не ям. Это как отказ от удовольствия. И вот как же нам быть людям социально активным, живущим в такой вот среде, особенно городским жителям, да, вообще, вот как нам отказываться от удовольствия, вообще нужно ли это? Ну, опять же, это короткий, конспективный, такой точный перевод, отказ от удовольствия. На самом деле осознать и принять правильное решение, нужно оно тебе или не нужно, то есть, может быть, не нужно отказываться, может тебе это удовольствие продвинет тебя куда-то на следующий уровень, лучше, чем ты, если ты от него откажешься, но взять ответственность на себя. Это, в принципе, все о личном выборе и о личной ответственности. То есть, неважно, какое решение ты принял, но это твое решение. И не факт, что нужно от всего отказываться. Без удовольствия жизнь, ну, в материальном теле без удовольствия, ну, как без удовольствия. Я не из партии стоиков и аскетов. То есть, как бы, я стараюсь себя заземлять и не отрываться от реальности, от реальной жизни. То есть, у меня абсолютно, ну, как бы, ты проходишь свой путь в социуме, как ничем не отличаясь от всех остальных. То есть, надо работать, замуж выходишь, разводишься, рожаешь, нужно с людьми как-то там какие-то дела разруливать, нужны деньги, и нужна одежда, и то, и то есть, и никуда от этого... Ну, можно отказаться, но, как бы, а зачем? А зачем? Не, ну, понимаешь, скажем так, сейчас наш материальный мир, да, особенно современный, он пронизан такими удовольствиями, которые несут очень низкую энергию, да, потому что можно получить удовольствие, совершая прогулку в парке, да, и это получить радость и удовольствие. Тут, наверное, просто надо пояснить, о каких удовольствиях. Либо можно пойти на рок-концерт, да, и зарядиться там какой-нибудь низкой энергией, и еще там как следует выпить каких-нибудь коктейлей, да, и вообще вот такая на рогах там вся... Ну, в общем, понятно все, да. Существуют разные типы удовольствия, да. Можно, опять же, удовольствие получить от того, что мы пригласили гостей домой, да, и приняли их, накормили вкусной едой, да, поговорили о чем-то. А можно, опять же, пойти куда-то там в ресторан, наесться так, что потом нельзя дышать, да, и вроде это тоже удовольствие, да. Вот, наверное, может быть, имеет смысл как раз объяснить, для себя понять, что такое удовольствие, да, опять же, по сути. Ну, у каждого свои личные критерии, то есть у каждого есть, наверное, свои личные критерии, что ему важно, и для чего ему это нужно. То есть обожраться с полным брюхом, а потом ночь не спать, а утром тошно и морда опухшая, как бы, то есть стоило то удовольствие этого. А, по всему, ну, пока молодой, окей, переварилась и забыл. А когда старше, это болезни, то есть ты платишь качеством жизни, ты в конечном итоге, ты себе создаёшь ограничения. То есть, причём, уже, получается, не ты управляешь жизнью, а болезни и невозможность что-то делать, получается, они влияют на твою жизнь, ты уже, как бы, у тебя выбор ограничен. Ну, как-то даже сложно. У меня просто, видимо, настолько понимание удовольствия, удовольствие уже какое-то другое, что мне даже трудно, то есть, ну, опять же, на том же примере, съесть яблоко или съесть кусок торта. Ну, наверное, раз в месяц и торта, кусок надо съесть. То есть, как бы, ну, в основном, конечно, ты выбираешь то, что, то, что лучше для тебя, как ты считаешь, то, что лучше для твоих детей в будущем, то, что лучше, ну, это вот это яма-не-яма. То есть, а что надо, а что хочешь, а что надо. У меня еще, знаешь, вот какой вопрос. Вот, ну, мы женщины, да, вот у нас есть, как правило, у большинства женщин есть семья, там, отношения, да, и вот мы увлекаемся, увлеклись йогой, да, вот йога становится частью нашей жизни. Как в семье ее имплементировать? И вообще надо ли это делать? Вот у тебя вот прекрасный пример, когда твоя мама, вот ты стала соратником своей мамы, и сейчас вот идете параллельным путем и таким удивительным, фантастическим, вдохновляющим. А вот детей можно ли как-то, вот надо ли вовлекать вообще? Вот как твое мнение? С семьей всегда, с близкими всегда сложнее, потому что, ну, чужой человек, ну, даже если не принял, не понял, окей, ты отвернулся и ушел. От своих ты не можешь уйти, то есть если что-то не принимается, не понимается, как-то в штыки воспринимается, то есть ты не можешь это игнорировать, потому что ты каждый день в этом. В идеале, конечно, в идеале, чтобы партнер был, ну, хотя бы тоже как-то близко, где-то рядом сидел с йогой, тогда легче. Чаще всего нет, потому что, ну, как бы, людям нравятся разные вещи, и если я себя нашла в йоге, это не говорит о том, что, как бы, он обязательно тоже будет. С детьми еще сложнее. Дети, ну, опять же, дети нам не принадлежат, и они выбирают сами, что им делать, заставить ты не можешь. Когда с маленького возраста, да, когда с маленького возраста он постоянно рядом видит, то есть если ребенка в среду окунуть, где все играют на пианино, он заиграет. То есть если с детства как-то вокруг что-то мамы, папы делают, они тоже, они будут это пробовать и делать. Если старше, то всегда сложнее. Но, опять же, заставить невозможно. Я против любого насилия над личностью, то есть как бы это всегда свободный выбор. Но я с удовольствием выдаю информацию. У меня как бы, ну, причем, поскольку я стараюсь в эзотерику поменьше, а в практику побольше, то есть это конкретные реальные инструменты, которые вот, которые всегда с тобой. Ведь йога чем еще уникальна? Тем, что тебе ничего специального не нужно. Тебе нужны просто навыки знать, что делать с телом. То есть тебе нужен ты и твое тело и знать, что делать с дыханием, с движением. И это конкретные реальные инструменты, которые всегда с тобой. То есть, что сделать, чтобы снять сердечный приступ, что сделать, чтобы переполненный желудок облегчить, как промыть нос. Это жизненно необходимые практические советы, практические вещи, которые работают. А вот про сердечный приступ, это прямо, вот я даже, вроде уже искушенный человек, но я даже, вот что, прямо можно сердечный приступ снять? Дыхание, активное дыхание с динамическим движением. То есть, праноямы, да, какой-то праноямы и какие-то определенные... Ну, это, да, это как бы, ну, совсем примитивно и просто, это, да, это специальная техника дыхания, специальные дыхательные упражнения вместе с движением, активное, очень мощное, которое, да, которое облегчает. Можно, у меня лично есть примеры, и мамы в том числе. Снимаются сердечные приступы, облегчаются приступы астмы. Все возможные проблемы респираторного характера, все, что связано с дыхательными путями, это все просто вот-вот, оно работает, оно есть, оно чистится, прочищается, промывается, облегчается, диагнозы отходят. То есть, даже в запрещенной форме, да? Хотя, в принципе, в оригинале, конечно, в классическом варианте праноямы – это работа с мозгом. Но мы можем использовать этот инструмент вот для обычной реальной жизни, для работы с телом, с болезнями. И я, как бы, в это направление больше ушла йога-терапии. Да, я как раз вот хотела тебя об этом спросить, потому что вот в аюрведе, да, который вот я там опосредованно занимаюсь, есть понимание, да, о больных людях, то есть есть люди, которые мы можем вылечить, да, там, как бы в классических текстах об этом говорится. Есть те, у которых уже стадия болезни зашла так, что, в принципе, им можно, ну, только поддерживающую, да, какую-то оказывать помощь. И есть те, кому уже просто надо облегчить страдания, да, причем, если ты сразу, ты понимаешь, как бы, есть даже такое понятие у аюрведических докторов, да, что если ты не можешь помочь, то, в принципе, не надо уже туда идти, уже надо просто сказать честно, что, извините, я помочь не могу. И вот тут как раз вопрос о йоге. В каких стадиях, вообще, то есть в запущенных стадиях тоже можно йога-терапия работает? Потому что современный человек вообще нездоров, да, вот, к сожалению, мы сейчас понимаем, сейчас 96% детей прождаются уже с какими-то проблемами, к сожалению. Вот, это наша такая реальность. Это, с одной стороны, достижение нашей науки, да, когда они дают возможность выжить максимальное количество людей, с одной стороны. С другой стороны, люди нездоровые. Даже то, что если вот поколение, допустим, наверное, взять твоей мамы, люди были намного более здоровее, чем мы сейчас. И те, кто уже рождается, особенно в современном мире, это вообще, конечно, большие проблемы. Так вот, да. Когда меня спрашивают, вот, как бы, вот, а я не могу, мне там, я вот это не могу вырасти, а как бы, есть такая фраза, особенно для йога-терапии, то есть для сложных случаев. Если ты самостоятельно можешь расстелить коврик, то ты можешь делать йогу, ты можешь как-то использовать йогу. То есть вот в любом, вот если можешь сам себе раскатать коврик, хоть как-то, на четвереньках, там, не знаю, с костылями, но ты можешь сам расстелить коврик, то вот этого достаточно. А всегда, всегда есть, что улучшить или хотя бы остановить прогрессирующую болезнь или боль или что-то. То есть в любом случае ты можешь что-то улучшить. То есть иногда просто остановить, чтобы не пошло дальше, это уже прогресс, это тоже прогресс. В большинстве случаев можно откатать назад, в большинстве случаев можно сделать лучше, чем есть сейчас, в большинстве случаев. Конечно, есть варианты, когда уже ничего, то есть только просто чтобы не мучился, но в этом случае человек сам коврик уже расстелить не может обычно. А с какими вот заболеваниями ты работаешь? Ну вот просто как пример, как практик, да? Вот прям вот гарантированно вообще всегда у нас работает. Ну, гарантий никаких никогда, это же понятно. Сейчас очень грустно, именно сейчас, всё больше и больше молодёжи. То есть йога-терапия, и меня используют как йога-терапевта, и частные уроки, и специальные какие-то занятия. Молодых очень много. То есть 25, 27, 28 — это уже проблемы. Причём проблемы такие, ну как по мне, так это серьёзные нарушения функциональные. Женщин, очень много женщин. Современный стиль жизни диктует свои правила, как бы живя в социуме. Людям очень тяжело эмоции и мысли не то, что держать под контролем, а хотя бы в какой-то нормальной форме сосуществовать с тем, что у них творится внутри. Поэтому приходят, вот хочу медитировать, вот успокоиться, снять стресс. На самом деле начинается это всё всё равно с физической тактики. То есть все хотят медитировать, никто не хочет потеть на коврике. Но ты не можешь перепрыгнуть. То есть вот эти вот 8 ступеней, ты не можешь дом построить с крыши. Тебе нужен фундамент, тебе нужны какие-то стены. То есть как-то надо подготовить, опять же, чтобы медитировать, но надо подготовить тело, чтобы ты мог неподвижно какое-то время себя держать. Это всё работа с физикой, а уже потом дальше. Но вот уникальность йоги, что оно как-то работает. При том, что вроде бы между собой вещи не связаны. Вроде машешь руками, ногами, что-то происходит с душой, что-то происходит с головой. То есть помахали руками, ногами, мозги встали на место. Вот в этом удивительная и абсолютно, не знаю, неразгаданная тайна йоги. Не, ну да, я совершенно с тобой согласна, потому что, казалось бы, такая простая поза, как шавасана, поза трупа, которую большинство учителей йоги называют одной из самых сложных. Вроде, ну что, казалось бы, лежишь себе, просто расслабился и лежишь, не шевелишься. А большинство людей не могут в ней лежать, да. Вот современный человек, для него это проблема, потому что лежать неподвижно, лежать просто без мыслей и просто следя за своим дыханием, это уже, это просто... Я даже не говорю про мысли, я даже не говорю про дыхание. Неподвижно, вот имеется в виду даже просто остановить тело. Окей, кто-то может остановить тело, вроде лежит, не шевелится. А глаза, остановить глаза, чтобы глаза не шевелились. То есть, дальше все углубляешься, углубляешься в эти мелочи, да. А потом попробовать мысль сфокусировать вот на одну точку. Ну, допустим, следишь за дыханием, но не так, что два раза вдохнула, а потом начинаешь думать, как детей забрать из школы. Или там, успею в магазин или не успею. А вот действительно, хотя бы 10 вдохов, 5-6 максимум. Вот если 5-6 вдохов ты можешь только следить, как ты дышишь, это для современного человека, это уже прогресс, это уже много. То есть, вот настолько, настолько у нас раздерганное внутреннее внимание. И на самом деле это беда большая, потому что недостаток вот этого вот концентрации и внимательности вглубь себя вот этой способности вслушаться, она же сказывается на всем остальном. Ну, первым страдает физическое тело, всякие болячки начинают вылазить, а дальше это сказывается на общении с другими людьми, а дальше это сказывается на политике страны, а дальше, то есть, вселенная и все дела. Поэтому, да, физическая практика и осознанность. Физическая практика и постоянный-постоянный вот контроль, ну, в хорошем смысле контроль, я не знаю, каким словом заменить, а с позитивным как бы знаком слово контроль. Управление, управление своими желаниями, мыслями, эмоциями, то есть, как бы, куда тебе надо. Не контроль, что держать в узде и вот полностью себя ограничивать. Это все равно свободный выбор, и выбираешь ты, но выбираешь осознанно, и за это берешь ответственность на себя. Вот это вот тонкость и разница как бы йоговского подхода к жизни и неосознанного такого плыть по течению и как бы делать то, что нравится. Ну, меня очень радует, конечно, современная тенденция, потому что я вот читала в Yoga Journal, что с 2000 года, да, количество людей, которые в США увлекаются йогой, даже на физическом плане, увеличилось с 4 миллионов до, по-моему, чуть ли не 20 миллионов. И эти цифры, конечно, они приносят какой-то оптимизм, безусловно, в нашу жизнь, потому что это значит, что все-таки каким-то способом люди приходят к осознанности, даже пусть через простую физическую практику. Да, конечно. Вот, но мне все-таки вот еще хотелось бы акцентировать внимание наших радиослушателей, вот именно с какими, тебе как йога-терапевт эта тема очень близка, ты не сказала ни с какими вот болезнями. Я скажу, на первом месте, на первом месте это проблемы желудочно-кишечного тракта, то есть на первом месте это проблемы с кишечником, геморрои, расстройства менструального цикла, изжога, всякого рода, вот в принципе то, что нас должно питать, поддерживать и то, через что мы получаем энергию, то есть еда, вода, получается, что это становится нашим врагом, потому что неосознанное использование этого тракта, оно, ну как бы ты это то, что ты ешь. Потом очень много, ну то, что здесь называется стресс, депрессия, все вот эти вот прессинги, жизнь такая замотанная, некогда остановиться. То есть люди готовы платить, чтобы просто час побыть в тишине. То есть у них даже этой возможности у многих нету в жизни. Есть такая тема, они обычно не принято говорить вслух, и очень мало кто. Кстати, аюрведа, аюрведа же тоже начинает с того, что выстраивает каким-то образом правильную работу желудочно-кишечную. ЖКТ, да, безусловно, аюрведа начинает всегда с ЖКТ, да, то есть если как только мы желудочно-кишечный тракт настроили. Я человек очень практичный и заземлённый, я всегда говорю, что как бы задница важнее, чем рот на самом деле. То есть если там не в порядке, ты не можешь быть здоров. Если там не в порядке, ты здоров быть не можешь. Опять же, все остальные вокруг уже диагнозы, если вот здесь наладить, половина всего остального налаживается автоматически. И в этом тоже, в этом вот феномен и секрет, и как бы, ну он не секрет, он как бы бери и пользуйся, но мало кто понимает. Кишечник, это вообще, это такой мир бесконечный и много чего там происходит и много на что он влияет. Все внутренние органы плотно-плотно касаются кишечнику. Если он не в порядке, это будет воспаление детородных органов, это будет воспалённая печень, это всё что угодно. Это всё связано с питанием, а питание связано с выбором, а выбор связан с удовольствием, удовольствие связано с тем, что ты хочешь и что тебе нужно. И это годами, годами, годами накопленная либо гадость, либо польза, оно, конечно, потом вылазит. Ты за всё заплатишь, оно как-то на тебя повлияет. У всех разные цели, опять же, вот, ну вот, и питание вегетарианское, и так себя мучить истязать, вот что вы хотите сто лет прожить. Да мне не надо сто, мне хватит шестьдесят, но не лежать пластом, чтобы дети из-под тебя горшки выносили. То есть, неважно сколько, но в нормальном качестве, в нормальном состоянии. То есть, у меня вот цель, как бы, функционировать, насколько возможно. Полноценно, да? Полноценно, да. То есть, как бы, неважно сколько, никогда не знаешь, когда тебе кирпич на голову упадёт. Но, как бы, просто по своей вине запустить физическое тело так, чтобы оно тебя сковало, и ты не мог встать, пойти или сделать то, что тебе надо, или там, не знаю. А ещё хуже, если ещё и задействовать всю семью, чтобы тебя обслуживали. И это, конечно, это даже не моё. Это больше пример моей мамы, и это всё, как бы, от неё. И просто я чем старше становлюсь, тем больше я это осознаю и понимаю. То есть, если в двадцать я это не понимала, то сейчас после сорока, конечно, это уже понимается. Я, кстати, хотела бы нашим слушателям посоветовать для тех, кто, может быть, ещё далёк от йоги, от осознания процессов, которые происходят в нашем ЖКТ, да, почитать книгу такого немецкого гастроэнтеролога Джулии Эндерс, «Очаровательный кишечник» она называется, «Как самый могущественный орган управляет нами». Вот эта книга просто даёт ключ ко всему вообще пониманию. Причём Джулия Эндерс, она таким доступным языком об этом рассказывает. Нам очень её забавно считать, она такая совершенно не про наши фекалии, да, там не про... Ну, хотя и про это, да, но она очень всё понятно, и любой человек сразу будет... узнает. Вот. Я, на самом деле, вот что ещё хотела спросить. Когда... То есть мы поговорили о молодых людях, да, мы поговорили о том, что мы... Нам необходимо заниматься йогой для того, чтобы просто быть полноценными и функциональными, да, личностями, людьми, чтобы наше сознание было спокойно. А вот когда мы уже... Когда уже запущенная стадия, вот чтобы ты дала какие советы, допустим, вот, людей с низкой подвижностью, да, когда им вообще тяжело. Может, они коврик ещё расстелить-то в состоянии, да, но, тем не менее, ну, даже сама мысль о том, что им придётся расстелать комик, их уже уметает. И они уже говорят, нет, я уже либо стар, либо я слишком болен, либо мне вот не получается, да. Вот что бы, какие бы ты советы практически дала таким людям? Во-первых, человек, который говорит, что я не могу, и, допустим, мне это не подходит, окей, значит, не надо. Он пойдёт к врачу, он найдёт хиропрактора, он пойдёт на массаж. Ну, как бы, ты заставить не можешь. Если он вот всеми фибрами души упирается, вот, нет, мне это тяжело, мне это не поможет, я уже знаю, что это там слишком трудно, окей, значит, не надо. Ну, как бы, я... Ну, всё же реально, ну, как бы, кто кого обманывает, кого мы заставляем, кого обманываешь ты. Ты хочешь или ты не хочешь, опять же. Ты хочешь пробовать делать что-то, попытаться изменить, или тебе комфортно так? Потому что, как бы оно ни болело, и как бы оно ни... Некоторые не хотят выходить из этой зоны. Они там уже привыкли, они уже в той роли, как бы, и они не хотят ничего менять. Это только если человек хочет сам. Если он хочет, но он просто боится, да, ему так страшно, вот, ну, как бы, мы уже, мы говорим о тех людях, которые, ну, им страшно. Им кажется... Я тоже, я довольно жестокий, как учитель. То есть, если боишься, окей, не делай. Боишься, значит, не надо, иди. То есть, ну, если ты делаешь, то вся ответственность на тебе. То есть, я тебе ничем не помогу. Я тебе расскажу, как, я тебе покажу. Ну, я не скажу, я никакую гарантию тебе не дам. Я тебе ничем не помогу, если тебе станет плохо или больно. Это твой выбор и твоя ответственность. Но есть вот такой инструмент, и он вот так вот работает. Хочешь, делай, а не хочешь, как бы, ну, иди куда-то другое. Как бы, иди, пробуй что-то другое. То есть, я в этом плане, у меня вот это, не знаю, жестокая русская, русская школа, которая, в принципе, даже не признает каких-то там приспособлений, даже на коврике. То есть, у меня вот, кстати, была большая перестройка здесь, в американских студиях, работать. И подушки, подушечки всякие, и кирпичики всякие, и ремни они используют, и вот, как бы, и одеялки подстилают. Я все время, я все время на этих, я до сих пор, уже, вроде, уже здесь три курса прошла. Я все, я забываю про них. Я вот даже на уроке, я все время забываю, потому что у мамы, и, в принципе, в нашей, в той школе, был подход, что вот, если ты еще не можешь сегодня это сделать, то вот эти костыли, какие-то вот, подкладывания, подтягивания не используют. Вот пыхти, сиди, пыхти, пока не получится, потому что иначе нет работы. А как здесь американцы вообще воспринимают такой твой жесткий достаточно подход? Честно? Да. Им безумно нравится, потому что американские учителя себе такого не позволяют. вот, все очень мягко и политико-корректно. Вот, мне в силу того, что, ну, как бы, иммигрантка и акцент, и, вроде как, все списывается на разность культуры и ментальности, мне позволено больше. То есть я спокойно могу разговаривать про анусы, про какие-то там, не знаю, вещи, про то же говно, про то же что-то. И, как бы, я, и им на самом деле нравится, потому что результаты больше. Потому что, когда, чем тяжелее работать, тем лучше результат. И они, и люди же не дураки, люди же видят и чувствуют. И это такое очень большое спасибо той студии, в которой я работаю. Они мне, как бы, дают полную свободу и даже иногда специально толкают на то, что додавливай их, додавливай уровень выше, ничего, делай, делай. То есть, как бы, вот, потому что они даже сами не все могут сделать. Оно от них, от, ну, как бы, от коренных, так называемых, американцев, оно, вроде как, звучит странно или непривычно людям. А у меня все прокатывает, как бы, другая школа, другой язык, другое что-то. И, как бы, я, вот, я, у меня свобода на самом деле больше получается. Очень интересно. Я долго к этому шла, потому что я всегда считала, что я ограничена, потому что язык не в совершенстве. И, как бы, их я, как бы, не совсем чувствую, потому что, ну, жизнь другая и все другое. А оказалось, нет, оказалось, это все в плюс. Такая прелесть. А еще, вот, я знаю, нас много народу слушает, на самом деле, те, кто поблизости у нас живет. Поэтому мне, конечно, хотелось бы, чтобы ты буквально пару слов сказала, где ты преподаешь сейчас, да, и чтобы, где, всякий ли может к тебе прийти на занятия. У нас вот осталось уже немножко времени. Где? Я работаю в нескольких студиях, в групповые классы веду. И я сейчас сняла такой дом, где есть место, где заниматься. И мама ведет отдельные свои уроки. И я с удовольствием работаю со своими другими людьми. У меня в Фейсбуке есть группа «Yoga for Everybody». «Everybody» пишется отдельно. То есть я все равно себя ближе к «body», потому что заземляюсь, чтобы не улететь от реального мира. Да, пожалуйста, и буду только рада, я всегда рада отвечать на вопросы, но не забывать, что йога – это практика. То есть любая говорильня – это не совсем йога. Йога – это всегда делать. Причем делать лично, это всегда твой личный опыт и твоя личная практика. Вот мне сейчас написали отзыв, пока мы с тобой, кто-то нас слушает. И написали, что очень тебя любят. И что написала Марина Мэттер, написала, что она тебе передает огромный привет. И что ее жизненная позиция полностью с твоей совпадает. И она уже начинает пробовать йогу. Мы с ней члены одной группы по здоровому питанию и по очень глубоким, серьезным очисткам. Йога – это еще как чистить свой организм, как помогать избавиться от того, что съедено с большим удовольствием. Спасибо большое, Саша. Очень было интересно, очень приятно с тобой поговорить. И я надеюсь, не последний раз, потому что мы с тобой здесь в одном временном поясе. Вообще удобно, да, можно на какой-то регулярной основе. Я знаю, что у тебя глубочайшие исследования есть по очисткам. И ты такие ценные советы всегда даешь, что просто надо этому отдельную программу посвящать. И, конечно, очень хотелось бы пообщаться с твоей мамой. Я просто настолько растерялась. Мне кажется, что это уже такой уровень, что я прям даже думаю, нет, я, наверное, лучше сначала Саше сделаю программу, а потом же мы к маме подойдем. Спасибо тебе огромное. Я с тобой всем согласна. Вам спасибо огромное. Я себя в такой роли как бы плохо представляла. И, конечно, все получилось немножко сумбурно. Что-то хотелось сказать, что-то недосказалось, что-то в другой форме получилось. Но неважно, значит, так надо. Все отлично. Спасибо большое. С вами была Анастасия Хрущинская. Программа «Путь йоги». В гостях у нас была Александра Музыченко, учитель йоги, йога-терапевт. И очень красивая и замечательная женщина. Оставайтесь с нами на волнах радио «Сангейтс». Мы выходим в эфир по понедельникам в 11 утра по времени Чикаго, 20.00 по московскому времени и 9 утра по Сан-Франциско. До новых встреч. Саша, спасибо большое. Намасте. Спасибо. До свидания. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»!